Привет, боец! Я продолжаю свои видео уроки за здоровый, за трезвый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека, за единоборство в жизни каждого человека. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк. В конце этого видео урока есть бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице, которые ты можешь получить абсолютно бесплатно, просто кликнув по ним и подписавшись на рассылочку. Поэтому приятного просмотра и удачи в тренировках! Здесь такая пластмасска жесткая, чтобы не перетиралась, и ручки. То есть она довольно плотная. И работа тоже принцип того же жгута. Работа с гантелями давал много раз. С этой резинкой я давал тоже видео урок домашний тренажер, а сейчас покажу именно как отрабатывать на ней удары. То есть прежде всего нужно за что-то ее зацепить. Что у тебя там дома есть? Зацепляешь, обтягиваешь. И встаем в стоечку. Отработка прямых. В чем прелесть такой работы? В том, что ты можешь дозировать нагрузку. Что это значит? Вот если я стою на этой дистанции, да, резинка немножко натянута, я начинаю работать. Прямые. Можно одиночные удары делать. Можно по два делать. То есть двоечки нарабатывать. Здесь получается сопротивление при ударе, но рука возвращается сразу. За счет того, что резиночка ее возвращает, это также приучает тебя возвращать руки в стойку. То есть ты работаешь, и отсюда пошла. Раз, сразу возвращать ручки в стойку. Если я, например, сделаю шаг вперед, и резинку еще больше в натяжку, да, она уже в натяжке, я усиливаю нагрузку. То есть выпрямить руку гораздо тяжелее мне становится. То есть что правую, что левую. Если я сделаю еще шаг вперед, это будет уже очень серьезное сопротивление такое. Такая работа уже. То есть нагрузку я регулирую и дозирую сам. Если мало и этого, и этого, можно взять две резинки в одну руку, и это уже идет отработка именно силового удара такого. То есть я встал, загрузился, и прямой стараюсь максимально выбросить на полную руку. Это не всегда получается, но очень-очень грузит руку. То есть такой раунд такой работы очень сильно дает на плечи, на задние дельты. То есть это именно задействует мышцы, которые работают в ударе. Такое сопротивление хорошее. Также отрабатываются и боковые. Поворачиваешься боком. Резиночки две в одну руку, две. И с корпусом вот туда боковой дорабатываю. Встал, раз, на носочке провернуться. У меня за мешок зацеплено. Он шатается. Лучше, конечно, за какой-то столб, за статичный снаряд, чтобы оно все было в одном уровне. И сюда боковой. И сюда с корпусом. И сюда локточек добавить. И то же самое можно работать целый раунд. Но это отработка именно силовой манеры взрыва. Силовой взрывной манеры. Можно следующий вариант, как нарабатывать и выносливость, и тоже такую же делать работу в плане силы удара. Это обычный бой с тенью, только вот как раз со жгутами. То есть я взял и отсюда я просто работаю. Да, силовой. Я и чувствую сопротивление жгута, и при этом работа такая, она выносливо сидит на технику. То есть взрывная. Три-четыре удара. Пять ударов максимум. Очень так загружает и руки, и спина включается, и ноги. То есть все ударные мышцы к этой работе подключаются. Вот такая наработка именно ударов с жгутом. Есть еще разные упражнения. То есть борцы делают тяговые упражнения, например, да. То есть для нас более эффективно это возможный элемент отработки клинча. То есть как взял за голову, да, двумя руками и поехал сюда. То есть натянуть на себя. За спину. Как будто в клинче за голову делаем скруточку. Да, у борцов есть там свои фишки, там они, да, делают вот это движение через бедро. Я это все не буду показывать. Я этого не делаю. А также есть силовые элементы. Ну, и ты их уже можешь посмотреть в прошлом видеоуроке. Тренажер. Домашний тренажер, да, с резинками. Удачи в тренировках. До следующих видеоуроков. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok